Какое-то совмещенное что-то с модернами, с классикой. Здесь раньше находились парники. Старая застройка. Блин, да, циркуляция воздуха шикарная. Исключительно все новое. Второе место в городе, которое страдает гигантизмом. Всем привет! Сегодня у нас прогулочка по Махале. Махаля у нас находится под мостом Мусабата. Все мы прекрасно знаем этот мост. Сейчас я вот пришла к окраине, но кажется, вовнутрь этой Махали надо заходить как-то по-другому. Мы сейчас поедем. Пойдем и поищем. Ну, вот, лично я никогда сюда не спускалась. Это первый раз, когда я здесь. Как вам сказать, вот с моста все это выглядит немножко хаотично, потому что, обратите внимание, у нас постройки на разных уровнях. Абсолютно все на разных уровнях. И, ну, да, такое, знаете, получается такой микс всего. Ну, как-то не очень красиво это смотрится и выглядит с моста, но вот, оказавшись на уровне глаз, вроде все такое аккуратное, довольно масштабно. И мне вот нравится. Сейчас пойдем внутрь, нахозяй, посмотрим, что там. Еще такой момент. Я об этом и раньше говорила. Почему-то вот на Мусабате вот типа классические дома, ну, это не классика, это совмещенные что-то с модернами, не с классикой. Они очень сильно похожи на бюджетные дома, которые построены на Сергилях. И, как я вижу, здесь у нас такие вот малоэтажки, четыре этажа, многоквартирные дома. Вот здесь три этажа. Ну, естественно, при входе у нас почему-то везде такие убитые дороги. Это у нас абсолютно новая Махаля. Насколько я знаю, вот здесь раньше находились парники. Вот с советских времен парники непростые, как сейчас делают. Они были из стекла такие, прям занимали огромную площадь. Вот здесь я, как я вижу, такие однотипные дома от застройщика. Ну, очень, по-моему, очень красиво прям. Такой свежий вид, прям так много. Особенно, последний дом, он, по-моему, намного больше, чем с осенним. Очень красиво, прям так со вкусом. Вот сейчас вот почему-то стали стоить на вот так вот, на такой маленькой площади дома. Ну, вот здесь, наверное, максимум две сотки, да? И, ну, не знаю, я, наверное, конечно, привешена от того, чтобы у меня была территория для сада. Чтобы я могла выйти из дома и отдохнуть. А вот такой вот тип домов. Часто, чаще всего практикуете, потому что есть такой момент. Все знают, что ховлят, двор требует очень такого тщательного подхода. Его всегда надо убирать, к нему всегда надо носиться как бы трепетно и ухаживать. Это требует определенных, не только физических затрат, но и финансовых. Поэтому получается, что многие сейчас как бы отказываются от простора ховля. И предпочитают только вот такую, типа, ну, квартиру большого масштаба, получается. Вот здесь у нас прям дворец. Да, очень красиво. Ну, вообще, не знаю, может быть, это нормально. Вроде ничего, нормально. Лепнины есть, но ее не так уж и много. Вот почему-то вот иногда так красиво сочетают лепнины, даже при том обилии. Это настолько гармонично смотрится вот с домом. Вот такое, конечно, я про этот дом, например, не могу сказать. Несмотря на то, что тут такой лаконичный цвет. Ну вот, без лепнины было бы, по-моему, намного лучше, намного лучше. А так, ну, такое, ну, как, естественно, генсаббат у нас, сам по себе, недешевый райончик. Богатый район получился. Смотрите, какие дома тут. Вот эти вот, они тоже маленькие по-моему, но это такой дом в старом стиле, да, получается. Да, кажется, я иду к тупику. Там тупик, по-моему. Не хотелось бы тупик. Посмотрюсь, какой дом. Вот здесь, да, лепнина есть, и все такое лаконичное, красивое. Мне понравилось. Особенно вот это вот сочетание с песочным, вот таким вот, прям ярко-ярко-белым, очень нравится. И так получается, что если в Махале кто-то там строит огромные дома вот таких вот размеров, да, вот смотрите, вот это вот прям мне так понравилось. Очень холодный цвет. Смотрите, такой болотный, холодный цвет. Но тем не менее, тут прям вроде все есть, да, декор. Декора достаточно, да, вот обилие этих линий. Но тем не менее, это настолько со вкусом, мне чему-то очень-очень понравилось. Прям если бы этот цвет был немножко более светлым, этому дому бы, конечно, было бы просто намного лучше. Вот это вот, смотрите, какой вход прям. Ну, так, получается, что если там 2-3 дома огромных построили, все остальные, вот смотрите, 3 этажа, все остальные, соответственно, стараются как бы соответствовать тому уровню, который там есть. Почему-то так. Не бывает такого, чтобы, например, очень маленькие низенькие дома соседствуются с большими. В основном дома по размерам и по уровню, они одинаковые везде. Вот этот вот дом, конечно, это что-то форт-мокс какое-то, смотрите. Это, по-моему, очень-очень старая застройка. Прям совсем, по-моему. Вот такой дом. Не знаю, насколько он хороший изнутри, но вот снаружи он как-то выглядит не особо. Какое-то, ну, как вам сказать, архитектурно нелепое, на мой взгляд. Полнировка тоже самая. Такое еще, по крайней мере, здесь есть. А вот эта вот линейка, на мой взгляд, прям такая очень старая линейка, когда вот строили вот такие вот коробки огромных размеров, да. Вот сейчас вот на эту высоту могло бы поместиться четыре этажа. Это настолько высокий дом. Прям, смотрите, соседние тоже самое. Получается, что вот в догонялки играем. Не бывает такого, чтобы одной махалей, разница в домах, в высоте и по объему они сильно отличались. Нет, они в основном однотипные. Я не имею в виду вот экстерьер и дизайн сам к себе. О, я имею в виду размер. Да, богатая махаля прям. Вот этот вот дом тоже нехилых размеров. Прям, да. Кстати, вот у нас вот раньше, я помню, в одном из этих домов была квартира. По-моему, вот в этом доме где-то, вот в этом доме. Вот потом ее продал. Погуляемся, посмотрим, что тут есть. Ну, пока что ничего такого прям особенного не вижу. Единственное, что размеры поражают. Прям, я не знаю, вот такой гигантизм здесь есть. Ну, почему-то вот постройки, они старотипные, да? Почему, не знаю. Я помню, что вот в то время, когда вот здесь стали раздавать земли, а изначально здесь были парники, уже не строили вот такие вот дома. Потому что этот тип домов, вот такого коробка типа, это, ну, 90-е двухтысячные, да? А вот это вот, смотрите, это дворец просто. Я не знаю, это сколько этажей. Вот минимум 6 этажей на 3, получается. Просто высоченный дом, Да, вот такого размера дом я не видела еще. Но видела, может быть, издалека, но вот сблизи такой дом. Нет. Да, очень красивый, очень богатый дом, особенно этот портальный вход, цветный портал. Да. Ну, такой немножко угнетающий цвет, но тем не менее, красивый, по-моему. Опечатанный дом, кстати. Кстати, опечатанный. Ну, конфисковали, что ли, кого-то этот дом. Да, вот. Да, болеют тут, конечно. Но что мне понравилось, тут невероятно такая тишина, спокойствие. Да, несмотря на то, что мы находимся близко от такой ржевеленной трассы, а вот этот вот дом просто мне понравился. Посмотрите, какой камень тут. Все такое лаконичное. Даже решетки такие лаконичные, да? Они не выступающие. Такие, да, плоские уровни. Да, вот что-то я поняла, вот здесь практикуются очень часто вот такие вот калитки. Знаете, хотя я не сторонница этого, потому что многие этой калиткой мне пользуются. Это просто чисто такой функционал декоративный имеет. Да? Все. Да, вот я, оказывается, сейчас вот вот с той стороны я находилась на как бы возвышении, да? И так как вот местность сама в себе холмистая, то получается, что она... Вот такой ветер сильный, да? Циркуляция воздуха шикарная. Да, вот я что-то не пойму, почему у нас... Я не знаю, или, может быть, я отвыкла, потому что в прошлом году тоже было немножко прохладнее. Вот что-то в этом году у нас очень жарко. Очень жарко прям. Была такая умеренная погода, да, температура, в которой было комфортно ходить. А сейчас вот эти вот последние два дня настолько сильно потеплело. В ней просто жара невозможная. Ужас просто. Просто пекло, короче. Ну, как вы видите, вот здесь, по-моему, уже начинается вот... Не знаю, судя по деревьям, они очень-очень старые, да? Может быть, все тут перестроилось, но я почему так говорю? Потому что очень широкие улицы. А в новых махалях у нас не практикуется такое. Это получается, что ну, давно это место выдавали, а вот то, что близко к бетонку и вот справа от меня, ближе к этим пятиэтажкам, ну, я помню, что процентно там были парники. Ой, смотрите, какой красивый дом. Да, мне махаля очень понравилась, кстати. Очень понравилась. Не знаю, вот... Я люблю, когда тихо, бухгаты, конечно же. Смотрите, какой красивый дом. Смотрите, какие интересные решетки. кирпич такой интересный. Супер, мне так понравилось. Очень красиво. А, еще такая включительная черта. Здесь у нас микс, да, вот старого стиля и с новым. Микс. Даже вот эти вот дома в старом стиле, они не такие старые. Вот, скорее всего, люди нравятся старый стиль, вот этот вот коробка, да, как раньше назывались. А потом уже коробкой стали называть дома незавершенные. А в самом начале, сколько я помню, ну, сам вот этот вот стиль назывался коробкой. Смотрите, какая прелесть. Вот надо же иметь смелость, да, в Ташкенте построить вот такой вот, на мой взгляд, супер непрактичный, но очень красивый. Интересный дом, потому что мало кто будет расходовать свои силы на такое. То есть, типа такая дача, да, получается. Вот видите, да, вот очень широкая улица и при этом очень широкая. Двери не предостаточно. Ну, как вам сказать, фруктовые деревья, поэтому они низкорослые. Все они, естественно, от них ожидать не стоят. Но дома не сильно друг от друга отключаются. Недальному стилю мне это очень нравится. Очень сильно они отключаются. Вот смотрите, вот этот вот дом тоже типа классика, но это как бы неоклассицизм, да, если сделать такую градацию. Это то же самое такое, ну, с колоннами что-то такое, неоклассика, а вот это вот такое беленькое, стопроцентная классика. Хотя тут нет никакой литнины. Там раньше у нас такой модерн. Вот дальше здесь тоже стопроцентная классика. Что я еще заметила, из всех махалей, в которых я была, именно вот здесь чаще всего практикуются вот такие вот калитки, да. Вот я как бы я поняла, здесь даже обороты используются только для машины. Она новая, но, как видите, кажется, и во всех домах у нас люди живут, и довольно все такое обжитое, давно построенное. На вид, по крайней мере. Хотя вот, я прекрасно помню, как этот махаля застраивала. Смотрите, какая красивая архитектура. Супер просто. Очень красивый дом. Огроменную территорию занимает. Просто супер. Вот, я люблю, когда вот так разноуровнево делают. Очень красиво. Посмотрите. Ази, не прелесть. На. Ну, земли тут, конечно, очень дорогие. А насколько я знаю, тут от 20 тысяч начинается, сотка земли. Всего лишь сотка. А если считывается, что тут уже дома, то, естественно, все еще дороже. Да, знаете, если честно, вот, концентрация таких богатых домов, исключительно все новое, я пока что не видела. Даже тот новый, совершенно новый, мой кормон, там есть очень старые дома, потому что исконное это место, которое было в Мопл-Вон, это было место, ну, полями, я помню, в детстве, мы туда ходили собирать, например, мяту, со школы ходили, или просто ходили гулять туда. И в то время были несколько там домов. Вот эти вот дома, они сохранены. и получается такой микс всего старого с новым. Да, там нового намного больше, но чтобы стопроцентная для стройков исключительно новыми, причем очень богатые бананы, такое я, конечно, не видел нигде. Да, вот даже серебром этот, потому что там есть одна часть домов, где застройки такие очень старые, такие ветхие есть. Здесь нету этого. Ну да, я прекрасно помню, что это место было такое пустощее поле, ну естественно, но что меня удивляет, то что бывает так, что иногда люди покупают дом, да, с разным финансовым достатком и застраиваются. В этом ничего зазорного, ничего плохого нету. Смотрите, какой дом идеальный просто, на мой взгляд. Я, конечно, приверженница классики, но вот здесь такие четкие, красивые формы, такое качество шикарное, что просто слов нет, а это просто огромная домина с двумя крылами или может быть на два дома, на две семьи. Так вот, чаще бывает так, что люди с разным финансовым достатком покупают, конечно, больше получается, что люди в основном богатые, но среди них бывают иногда такие маленькие, нехоженные, такие еле построенные дома, здесь такого нету, просто исключительно богатый континент, как я поняла. Да, вот это выдуманная бляжь пройдет. Очень понравилось. Помню, вот такой персиковый цвет, выходящий немножко в зерокоту, земли тут просто огромное количество, я помню, когда раздавали, раздавали эти места, я помню, папа говорил, что максимум по шесть сот дают, я бы очень уверена, что вот здесь один дом только на четыре сотки построен, да, если не больше, смотрите, а тут еще столько денег, не представляете, да, ну, у кого есть деньги, они, естественно, я помню, такая схема была, один человек покупает, а регистрирует несколько, там, другую, по части сотки, другого человека, ну, как бы, владельцем является, естественно, один человек, вот здесь, оказывается, есть земля до сих пор одна, но здесь, как я поняла, временка есть, есть временка, чтобы сделать себе кадастр, там, вроде и живут даже, по-моему, ну, да, вот такой, вот такой концентрации богатых домов, я еще нигде не видела, смотрите, что я обнаружила, в самом крайнем, ну, в самой крайней линейке вот этих вот домов, а эта улица у нас называется Регистан, то есть с этими богатыми домами, оказывается, у нас эти старые махаля, прям, очень старые, с огромными территориями, здесь скот, бараны, курицы, это вот получается, вот именно последняя линейка у нас как бы соседствует с кишлаком, но это так как это место у нас на территории Ташкента, кишлаком это только по виду назовешь, а так, ну, по сути, да, это кишлак, включаясь, потому что, вот смотрите, какие тут дома, не особо один, единственный, сейчас спросим, тут дальше доля есть, наверное, или нет, но вот эта вот часть, она, конечно, очень крута, а здесь все такое пролетарское, и сейчас я поговорила с жителем, это у нас вот эта махаля оказывается на территории шестого квартала Юнисабадского района, так что, может быть, и эта часть, в принципе, он сказал, что это махаля, короче, принадлежит шестому кварталу, да, вот смотрите, какой контраст, да, получается, вот через дорогу, очень большой контраст, прям невероятный большой контраст, тут очень неухоженная махаля, прям супер пофигистая, может быть, ну, как бы старая задняя сторона, но тем не менее, вот здесь, вот это вот, да, очень большие дома, прям сами по себе очень большие, хотя дизайн в других махалях такое встречается, но размерами они, конечно, намного меньше, а вот здесь прям огроменный дом, к сожалению, вот листва вот этих вот деревьев закрывает, но масштабы просто невероятные, я не перестаю удивляться, насколько тут все богато, если честно, просто очень большой размер для нас здесь, как я раньше говорила, что у нас Милазор, как бы, страдает гигантизмом, да, вот это, наверное, второе место в городе, которое страдает гигантизмом, тут вот этот вот дом на всю территорию, почти, почти что, на всю территорию построен, да, ну, как вам сказать, если кто-нибудь сюда придет и пригуляется, он, конечно, останется доволен в том плане, что тут архитектура, она не повторяется, размеры, да, небольшие, но вот дизайн домов, он сильно отличается друг от друга, все такое вроде классика, но все по-разному, очень понравилось тут, очень, и, конечно, хотелось бы, чтобы деревьев было больше, вернее, фруктовые деревья в основном, поэтому тени маловато, так, а мы с вами выйдем на, как мне сказали уже шестой квартал, посмотрим на пятиэтажки.